Поговорим сегодня про Юру Шатунова и про Юру Хоя. И я постараюсь как-то объяснить, чем эти люди похожи. На первый взгляд, вроде бы они совершенно разные, но на самом деле эти ребята как бы очень схожи. Начинаем. Ну, начну, пожалуй, с того, как я узнал, что умер Юра Шатунов. Я открываю интернет, YouTube, и хоп, вылазит. И опять, как знаете, вот эти фейковые дебилы делают всякие, которые хайпятся, всякая залупа. И умер Юра Шатунов. Я вначале не поверил такой, думаю, ерунда, короче. Ну, а потом уже открываю официальные средства массовой информации. Действительно, вот такая новость. Ну, у многих, да у всех, у меня тоже вызвало шок, да, молодой как бы. Ну, как молодой, подполтинник, ну, это еще совсем не старый. И все не поверили. Да как так, блин, ну, как бы, все это не может быть. И до сих пор мы, как мозг, не может принять. Но на самом деле, вот, как бы, Юры Шатунова больше нет. Я не хотел именно в эти дни там что-то записывать, снимать. А вот сейчас уже все прошло, сейчас его кремировали, и его нет. Его просто нет, он остался в памяти, на записях, на съемках. Ну, у нас сегодня такая тема, чем два Юры похожи друг на друга. Эти ребята, да, казалось бы, Юра Хой, это рок-музыка, панк, там, ну, все это в перемешку. Юра Шатунов, это совершенно другое направление, там, попса, как бы. Но, друзья, это не просто попса. Шатунов, это не просто попса. Он, как бы, был, вроде бы, и в попсе, и в то же время он в нее, как бы, и не вливался. Посмотрите, даже на похороны, да, не пришли все вот эти вот так называемые звезды, да, они не пришли. Знаете почему? Потому что они ему завидуют. До сих пор даже человека уже нет. И всю свою жизнь они завидовали человеку, потому что он мог выйти тупо в джинсах, майки в простой, вот так вот, и спеть. И ему не надо было создавать какие-то грандиозные шоу, как вот этот вот, которого он петухом назвал, ну, вы поняли, да, облепиться перьями, там, на кресте прыгать. Ему это не нужно было. Он просто выходил, как Юра Хой, в маечке, в рубашечке мог, и зал, стадион, визжал, блин, пел. Хотя Юре Шатунову уже сколько лет было, и казалось бы, когда слава такая была, но она и не проходила. Все следили за его творчеством, оказывается, все эти годы. И посмотрите, сколько пришло народу. Пришло народу, именно простой народ обычный, а не какие-то вот эта вся шулупонь попсовая, вот эти артисты, все, они не пришли. Я уже сказал. То же самое было с Юрой Хоем. Кто пришел к нему, конечно же, народ. Ну да, тогда не было интернета, как бы информация. Я думаю, там бы намного больше народу было. Пришли там те, кто с Воронежа, да, ну, с Москвы, может быть, люди, кто близко был, приехали. Но пришел в основном народ и друзья его, музыканты. Смотрите, в чем еще схожесть Юры Хоя и Юры Шатунова. Несмотря на то, что Шатунов делал такую легкую музыку, как бы, ну, подростковую, не подростковую, тем не менее, она нравилась всем. Смотрите, как его уважали и уважают, я уверен, до сих пор все. И рок-исполнители, там, и тяжелой музыки, и рэп. Не важно, да, его уважали. То же самое было с Юрой Хоем, да. Не важно, кто делал какую-то, хотя в то время шли такие баталии, да ты там попса, там ты говно. Юру Шатунова уважали. Приятно было, когда он появлялся на каких-то там передачах у Малахова, все с каким-то уважением. И не было к нему какой-то злобы, ничего. Вот. Еще схожесть у двух Юр в том, что они имели внутренний стержень. Посмотрите, пройдя вот все испытания, да, у Юры Шатунова, конечно, была тяжелая жизнь, он потерял родителей, да, все вот это вы все прекрасно знаете. У Юры Хоя наоборот, все было нормально. Но, тем не менее, эти люди были в вечном каком-то неформате. Что Хой, что Шатунов, да, вот на время, когда вот этот проходимец Разин там это все раскрутил, толкал на телевидение, но потом, да, Юра Шатунов был в таком, я бы сказал, андеграунде, да, там попса, не попса, но он не был в какой-то тусовке, да, вот этих всех, вот этих гламура, вот эта вся хрень. Он был как-то отдельно, сам по себе, так же и Юра Хой, да. То есть люди имели какой-то стержень, какую-то внутри идею, они хотели донести творчество, и это творчество делали вот от души. Народ это чувствовал. Юра Шатунов, смотрите, у него практически нет плохих песен, у него все отборные, да, вот Сергей Кузнецов, который писал, может быть, Юра сам писал тоже, музыку делал. Они умели отсеивать все плохое и оставлять, как вот скульпторы, оставлять лучшее. Тут та же особенность была у Юры Хоя и у Юры Шатунова, несмотря на то, что жанры совершенно разные. Хотя, смотрите, ребят, у Юры Шатунова очень тексты, обратите внимание, вот послушайте, советую уже его после ласкового мая творчества, вы обратите внимание на эти тексты, какие они крутые. Сколько там глубины, это не какой-то там, даже, ну, при всем уважении группе руки вверх, да, там, я люблю тебя, ты не любишь меня, то есть, ну, примитивная, легонькая. То тут это довольно-таки серьезные тексты. И еще раз, наверное, повторяюсь, уже говорил, что слушали все, вне зависимости от статусов, там, единственное, кто завидовал Юре Шатунову, это вот эти вот всякие исполнители. То же самое с Юрой Хоем было. Как они сейчас говорят, там, вот эти все каверы делают, все прочее, они в то время брезговали этой группой, а сейчас они в друзья набиваются, и все. То же самое у Юры Шатунова, зависти, до сих пор они не пришли к нему даже на похороны. Представьте, там у какого-то Юдашкина был какой-то показ мод, ну, это, друзья, пиздец. Умер, умерла легенда, да, которая покорила там весь мир, да, у нас в Казахстане, наверное, в каждом городе выходили люди, пели, белые розы там памяти Юры Шатунова. А у Юдашкина какая-то, блядь, показ мод. Ну, тебя вообще, это только может говорить о том, что эти люди тупо завидуют до сих пор, что к этому человеку идут. Это тоже касается, и вот, ну, не будем так, возьмем в общем, да, когда правители, диктаторы пытаются навязать людям, ставят себе памятники там, пытаются силой людей выходить, чтобы за них там орали с флагами. А это нет, это выходят люди сами, да, их ничем не заставишь. Это дорогого стоит, понимаете. То же самое с Юрой Хоем было. До сих пор люди это слушают. Ну, и, конечно же, вы видели видео, которое, это не мое видео, я нашел его в интернете, просто выложил, где Юра Шатунов говорит, что он слушал группу Сектор Газа. А это говорит о том, многие вот, не зная, да, его, вы вникните в его биографию, все. Это был простой пацан со двора, да, которого нелегкая судьба. Казалось бы, он должен петь там что-то типа петлюры, да, какие-нибудь песни, шансончик. Ну, вот так сложилась судьба. Он пел такие песни о человеческих отношениях. Свет от него какой-то исходил вот этой молодости, да, но вспомните себя. Я не был там фанатом «Ласкового мая», я там, мне нравятся вот, там, ну, вот эти все песни «Белые розы», «Розовый вечер». Но сейчас, сейчас, потом уже, даже позже, когда я вот стал Юра Шатунов появляться на телеке, так вот начинаешь вникать, послушайте, какие крутые песни он делал, сколько в них глубины. То есть, он уже с возрастом, это стал профессионал, но не растерял вот эту честность, да, и от души видно, что человек работал вот над этим материалом, он пропускал через себя, да, вот каждое слово, каждую нотку. И получалась песня. Но, но это, хотя и там имеются миллионные там просмотры, и тем не менее на телевидении этого нет, на телевидении Киркоров, Басков, опять вот это все одно и то же. При всей народной любви, так же, как и Юра Хой, Юра Шатунов не имел никаких званий, как и Володя Высоцкий. Это, это наша система. У нас награждают Юркиса, у нас награждают Тимати. Ну, вот награждают кого. Человеку идут 14 тысяч только в Москве, да, пришло людей. И то, это я уверен, не все смогли там приехать, это только кто вот смог. Там бы пришло, я говорю, потому что везде люди выходили. Вот, сами, сами причем. Их ни силой не тянут, ни обязывают на работе выйти флажком помахать. Они сами выходят от души, и ничего ты с этим не сделаешь. Ну, опять немножко вернусь к этому Киркорову. Я не люблю его, если честно говоря. Вспомните, да, как Юра Хой. Опять же, мы же сравниваем, да, ребят, как бы у нас канал по тематике Сектор Газа. И Юра Хой недолюбливал. Он просто, ну, деликатно, да, как бы говорил про этого Киркорова. Вот, и то же самое с Юрой Шатуновым, да, вот, вот, последний вот этот вот инцидент. Все, наверное, видели в этом, в интернете, что, что-то там в гримерке он не захотел с ним в одной, что-то выскочил на сцену. Ну, понятно, да, что об этом человеке. Я не хочу даже какие-то гадости говорить. Просто все понятно, да, человек, который там бьет, там, женщин пинает. Вот, все это ясно, да, материт. Я думаю, что его карьера, вот, вот знаете, наверное, люди не понимают, те, кто ходит на эти концерты, вы кормите их, понимаете, вот этих вот. Поэтому они, они живут, жируют в перьях. А вы не замечаете тех, кто искренне делает это от души. Это вот фанаты, например, Киркорова, они там, конечно, будут за него, там, все. Но пока вы их кормите, они будут существовать. Вот, если не будут ходить люди на концерты, то их не станет. Еще одно совпадение, чем они похожи. Еще, кстати, вот у Юры Шатунова такое совпадение. Он родился в машине и умер в машине. Представляете, да, вот, как-то судьба. Вот эти люди, они посылаются с небес откуда-то нам, я когда про Юру Хоя рассказывал в своем ролике, я уже говорил про это, что они дарят вот свет какой-то, лучик, солнце. И можно сказать, что Юра Шатунов прожил довольно-таки долго для человека вот такого склада, как Есенин, там, Высоцкий, Цой, Хой. Как бы он довольно-таки, скажем так, до 50 дотянул. Обычно они 30, там, ну, до 40 не дотягивают, 35, да. Оба Юрия умерли от сердца. Ну, конечно, при разных обстоятельствах Юра Хой, давайте будем быть честными, сам себя угробил, сам себя уничтожал, как бы по глупости, это все уже давно знают. Вот, то Юра Шатунов, ну, он прошел такой путь, да, может быть, где-то и там выпивал, ну, он не был похож на пьющего, да, у него семья. То, что уехал туда, ну, кто-то осуждает, да. Но он же ведь не ругал свою страну, ну, уехал и уехал, многие эмигрировали, потому что такая хрень творилась. Что еще можно сравнить их? Это были наши пацаны со двора, из 80-х, из 90-х. Обычные пацаны, да, которым вот свалилась вот эта слава, да, и они на ней не зарылись. Они остались такими же, как и были. Вот как был там Хой, да, никакой звездной болезни, он тут же подходил там к себе домой, приезжал, не выебывался, как вот эта вот всякая попса. А также и Юра Шатунов, у него не было никакой охраны, он передвигался, он давал автографы, не корчая из себя какую-то звезду, хотя его любили миллионы. Вот этим они похожи, да, простота вот эта вот отдавать за даром, на нем сколько нажились, так же, как и на Хой, между прочим. Ну, в 90-х так многих, конечно, было это. Потому что проходимцы, вот эти всякие шулеры, как их назвать, ну, вы поняли, да, эти продюсеры, они только секут, потому что творческие люди, они такой натуры, что все отдадут, они творческие, но они не бизнесмены, мягкого характера, и вот в таком духе. И что я хочу сказать-то этим, что призываю вас, друзья, не воспринимайте Шатунова, как какую-то дешевую попсу, потому что это нечто большее, неважно там какая музыка, да, она там рок-не-рок, вы смотрите глубже, послушайте его тексты. Я уверен, сейчас вот после его смерти больше возникнет всплеск интереса к его творчеству. Посмотрите, послушайте, и оцените это не с точки зрения там попса говно, и все. Это не попса, это далеко не попса, это что-то другое, абсолютно. Потому что, еще раз говорю, он никогда не был в тусовке попсы. Это андеграунд, я бы назвал, такой вроде и попса, да, на первый взгляд, но замаскированная. И в то же время это не попса, это цепляет людей, и не шансон это там, ну, это, естественно, не рок. Те подписчики нашего канала, которые пишут, я вижу в комментариях, они понимают, да и сейчас поймут, о чем я как бы говорю, потому что, ну, действительно, люди любых, как бы, любого направления, неважно, в музыке, они уважали Юру Шатунова, относились как бы к нему с какой-то теплотой, уважали, в общем. Но это дорогого стоит, друзья, чтобы... Нету вокруг него какой-то грязи, да, что он в каких-то скандалах, как вот этот Киркоров, нету, да. Вот он только судился вот с этим, а что он судился? Он за свое судился, даже, как это... Вообще, кто не знает, что, то Ласковый май уже был до этого Разина. Был Кузнецов, который открыл Шатунова в детдоме. Они создали эту группу, она уже становилась популярной, потом появился этот делец хитрый, и подмял все под себя, и теперь идут вот эти вот терки. Ну вот, друзья, мы сравнили двух Юр, да. Теперь давайте я выскажу сугубо свое личное мнение по поводу смерти. Сейчас много идет споров, что Юру убили, вот это все, что сейчас, естественно, на Разина, как бы много будет негатива, я думаю, сейчас все ополчатся на него, да. Тут вопрос спорный, да. Вот эта вот кремация, тоже можно подумать, что заметают какие-то следы, да, тоже. Что-то там пишут, сейчас вот официальной информации, вот на данный момент, как таковой, толком-то и нету. Всякие хайпятся, вот это вбросы делают, то яд какой-то нашли, то все. Ну, как я читал, у него было больное сердце, да. Его вроде как в армию не взяли из-за этого. Он курил, как бы говорили, что курить надо меньше, это тоже своего рода вред. Ну, это все такие косвенные, так скажем, факторы влияющие. Давайте откинем версию убийства и порассуждаем логически. Творческие люди – это другие люди. Это не какое-то быдло, которому, ну, извиняюсь за мат, вообще все похуй, да, он пузырь закинулся. Да нахуй похуй, отматерили его там, отпиздили, ну, по-своему. Вот. Он перевернулся, тут же дальше пошел. Творческий человек будет переживать, не спать ночами. Он все пропускает через себя, конкретно через душу и через сердечную мышцу. Это люди, ну, я могу себя назвать творческим, да, я не какой-то там что-то там создал такое. Ну, я творческий человек, я также пропускаю все это через себя, переживаю. Вот. Также и, Юра, представьте, сколько в жизни на его сердце выпало нагрузки. Сначала мать умерла в 11 лет. Вы только представьте себя в 11 лет, да, когда ты спишь, да, и там во сне, там, представляешь, что что-то с родителями, да, тебя аж страшно, да, потрясывает, как ты просыпаешься в ужасе. А у него все это наяву, да, послушайте, где-то есть интервью, где он все это рассказывает. Это все на сердце, все вот эти вот стрессы, раны, они накапливаются с годами, копятся, копятся в сердце. Вот. Потом стрессы, концерты, да, вот эти вот все, волнение. Даже он был там пацаном, все это волнение, нагрузки. Ну, и самое, наверное, уже, когда он ушел из Ласкового Мая, да, там переживание, а, еще же застрелили, да, его друга на глазах. Вот это вот тоже не будем забывать, он сам его затащил. Вот тоже совпадение. Потом его также на руках тащили, да, когда он задыхался, там видео есть. Представьте, какой стресс, да, у него, все на сердце. А он был очень эмоциональным, как говорят, там, жена вроде как говорила, что он очень переживал даже вот с этим вот пернатым, когда поругался. И вот эти вот все факторы, они откладываются на сердце. Тем более сейчас ему уже было к полтиннику, он вот эти вот гастроли все. Вы думаете, легко, что ли, там, ночами не спать, там, по поездам по этим. А сердце, сердце, все на сердце. Все это отражается, друзья. Ну и самое, наверное, что его, конечно, уже добило, это вот эти вот суды с Разиным. Вот это все, естественно, он переживал. Неизвестно, что там. Там, конечно, этот Разин замечен с Петлюрой. Помните, мать Петлюры рассказывала, как он шантажировал. Забрал у Барабаша паспорт. Ну, понимаете, что за человек. Вот, и сам Юра Шатунов рассказывал на передаче у Малахова, что он его шантажировал, там, с этими песнями, давай, там, кумом меня сделай. И все, вот в таком духе. Ну, все вы это видели, знаете. Поэтому, естественно, это все переживания. Возможно, возможно, еще раз говорю, какие-то угрозы были, какие-нибудь анонимные звонки. Все, что угодно. Может быть, неизвестно. Сейчас еще политическая ситуация. Он как бы ездил в Россию, а там, может быть, как-то давили или еще что-то. Все может быть. Это все отражается на сердце, друзья. Как вариант, оно однажды просто не выдержало. И случилось вот это. Насчет Разина. Ну, почему-то мне кажется, ну, не думаю, что он такой кровожадный, да, там, теоретически. Сразу скажу, а то скажут, вот, там, разносишь слухи и прочее. Допустим, да, он там бы его мог заказать, там, то есть он, ну, я не думаю, не думаю, какой он там ни есть, ну, он не убийца все-таки, да. Просто вот стечение обстоятельств. Ну, я думаю, сейчас Разину, даже косвенно он виноват, да, вот в этих вот судебных, потому что, ну, это непорядочно. В принципе, это можно было всем сесть и договориться. Так же и с этим Кузей, да, взяли на троих, разделили. Я думаю, и Юра бы был не против, и всем бы хватало, пойте, пожалуйста, все эти песни. А он, видимо, хотел все это подмять под себя. Это очень непорядочно и подло. И теперь вот ему все равно жить с этим. Даже он там что-то физически не делал, да, а просто вот эти все терки, они как раз совпали в последний момент. Тем более Юра высказался, да, всю правду, что как бы там фразы у него там всякие такие были в адрес Шатунов у этого Разина. Теперь все это будет вспоминать и каждую деталь перекручивать и раздувать. Поэтому, я думаю, Разину тоже не сладко придется. Теперь его будут всю жизнь обвинять, как там какую-нибудь Азизу, да, за Талькова. Вот, что ты-то был последним, ты все это. Я не защищаю Разина, потому что я не знаю, что случилось. Ну, вот моя версия все-таки просто сердце не выдержала. Просто потому что, посмотрите, он какие-то последние вот его видео, он какой-то грустный, да, уже вот какой-то итог в жизни, вот, видимо, мысленно подводил, что что-то может быть и случится, да. Может, чувствовал. Но мы как поболело, там что-то и ладно, да, в руку потянуло, да, нормально, ладно. А все равно где-то в глубине что-то думаешь, а что-то уже побаливает. Но не говоришь об этом никому. Так же и Хой делал. Ну, думаю, я все сказал, что хотел. На этом, наверное, закроем тему. Я не собираюсь хайпиться на этом. Все, я высказал раз свое мнение. Дальше будем делать уже про Юру Хоя. Ну, продолжать, как бы, канал, кассетки смотреть, вспоминать, стримить, как времечко будет. Ну, а Юрий Шатунов, светлая память, воспринимайте его, как нашего пацана. Это наш пацан такой, который не продается вот на эту всю шелуху, как бы. Таких людей просто нельзя купить никакими деньгами, ничем, да. Вот чем нас будет больше, тем мир, наверное, будет честнее и чище, может быть. Потому что, наверное, грубо скажу, ну, вся эта мразь, она надоела уже, честно говоря. Все вот это деньги, деньги, вот это все, все людей просто превратили в каких-то. И вот трудно выставить, да, чем-то придется пожертвовать, да. Но ты будешь честнее, по крайней мере, с самим собой, да. И когда ты умрешь, то в памяти останешься там не какой-нибудь там мразотой, да, а тебя будут вспоминать, пусть даже ты не творческий человек, тебя просто близкие будут вспоминать там добрым словом, да. А вдруг есть где-то душа, и когда мы умрем, да, мы будем, может быть, смотреть, и будет приятно, прикольно. О, про меня хорошее говорят. Они проклинают, да, что ты какая-то мразь была, там, обманывал людей и прочее. Поэтому светлая память Юре Шатунову. Это был чистый, честный человек. Даже и плохого-то про него нечего сказать. Вот так, друзья. Всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лукасик, если вам понравилось, и колокольчик обязательно нажимайте, потому что, чтобы приходили уведомления о новых видео, а новые видео будут. Всем пока, с вами был Сергей Мельник. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok